все доброе утро дорогие друзья всем хелло ботертов на арамейском сафра тава удивлю вас сейчас своими познаниями в арамейском сафра тава так правда часто как курды говорят в горах курдистана на арамейском но и это язык мары талмуда талмуда на котором говорили в вавилоне вавилоне вот значит лилия берман влад косов редактор портал воикра яков шатагин директор воикры и значит все двигаемся все собрались все в сборе мы продолжаем изучать притчи царя царя соломона я после молитвы обратил внимание есть обычая у хасидов особенно они читают всегда после молитвы псалмы царя давида царь давида ставил книжку псалмы там 150 псалмов и люди такие которые верующие религиозные они читают эти псалмы постоянно каждый день почему он был царь давид он как с богом разговаривал вот от всей души от всего сердца прям плакал и там просил бога и прославлял бога это как песни у него были дать эти стихи псалмы и у обычного человека нету языка как с богом разговаривать у него нету слов как бы богу дам мне больше денег вот и все слова как у обычного человека а царь давид он 150 псалмова написал а мы изучаем притчи царя соломона это сын царя давида то есть он уже пошел логикой то есть он тоже у него все это все что мы изучаем это такая логика это это тора это как работает мир как надо действовать но это идет не как вот такой эмоциональная песня да такая а это идет чисто логическое доказательство и мне вот поэтому ближе намного царь соломон мне намного ближе чем псалмы царя давида то есть это зависит от типа человека есть более у кого развита логика рациональное мышление и я хочу чтобы все было логично и рационально есть те у кого больше развита эмоции сердца вот прямо эмоционально то хотят жить да и больше псалмы нравится то есть понятное дело есть люди которым ничего не нравится тоже такие есть хорошо друзья все двигаемся дальше мы находимся 18 глава 18 глава и пятнадцатый отрывок насколько я помню лев до пятнадцатый отрывок звучит так лев на вон и кнеда значит сердце на вон это сердце логичное да вот как раз логичное сердце на вон это сообразительный сообразительный у кого есть у кого мозг так работает что он видит причинно-следственные связи их отслеживает взаимосвязи причина следствие вывод это называется на вон сообразительные сердце мы знаем сердце это вообще все мышление то есть то что уже находится внутри прошито на жестком диске человека то есть то что находится в его долговременной памяти его убеждения его ценности его принципы его правила жизни его жизненный опыт все это находится в сердце человека подсознание он это не осознает и любой внешний запрос принять решение или любая входящая информация извне она тут же пробуждает из сердца реакцию набор мыслей того что там было заряжено как бы да это сердце теперь есть сердца как мы видим 15 отрывке есть сердце сообразительное и как узнать что такое сердце сообразительное и книга от она приобретает познание дат это чистое познание как она есть например я точно знаю что передо мной телефон это мое знание а мне она не требует размышлений не требует доказательств не требует каких-то исходных данных она не связана с добром и злом это четко абсолютно однозначное понимание восприятие назовем тогда это четкое восприятие теперь я четко восприятие то что человек видит органами чувств а есть четко восприятие жизни такой какая она есть но для того чтобы знать жизнь такой какая она есть нужно понимать точно правило по которым она работает эти правила нам сообщены в торе это называется хохма хохма это божественное знание аксиом и принципом по которым работает этот мир. Теперь человек, у которого есть чистое восприятие, он реально хочет видеть факты, и он еще эти факты, он их проверяет с помощью вот этой хохмы божественного знания, у него есть даат, то есть он приобрел такое восприятие, реально восприятие жизни. Теперь нам понятна вся эта фраза. Левновон, то есть сердце, вот это сообразительно ищущее, да, оно приобретает, да, то есть это его работа человека, внутренняя работа, приобрести реальное, правильное понимание мира, таким, какой он есть, а не иллюзии, что я о нем думаю, что о нем вспоминаю, что о нем предполагаю, это все иллюзии, иллюзорная реальность. Реальность настоящая, это то, что человек зарабатывает своим, своей сообразительностью, отслеживая причины следственной связи. Я сейчас изучаю книжку одного там миллиардера, есть такой, Рэй Даллио, да, он называл эту книжку принципы. Вот он всю жизнь, он изучал принципы, принципы, по которым принимает решения, как вот он обдумывал жизнь, там, исследовал, в общем, и он составил книгу, вот мои принципы, я по ним живу. Да, и у него самое там главное, это логика, рациональное мышление. Ладно, так давайте дальше, пятнадцатый отрывок. Сердце сообразительно приобретет познание, «Вэ озен хахамим, ты вакэ ждат». А «озен хахамим», ухо мудрецов, оно просит познания. В чем разница? Навон, он хочет, сообразительный человек, он хочет во всем разобраться. Причина, следствие, вывод. Причина, следствие, вывод. Он, как бы, понимает вещи, из вещи, складывает детали в единую картину. То есть, он, как бы, своей логикой все время он с ней, как бы, работает, да? Это сообразительный. А мудрец, он говорит, секундочку, «Есть же Тора, зачем мне нужно вообще что-то выдумывать? Все уже выдумали до меня. Я лучше сяду в Ешиву». Есть Талмуд, который описывает все аспекты жизни вообще полностью от и до, базируясь на Торе, на размышлениях мудрецов, которые были помудрее, чем я, там, такие мудрецы, начиная от Таноим, это мудрецы, которые жили 2000 лет назад, потом идут Амароим, это те, которые жили 1500 лет назад, и дальше идут Гаоны, Дени, которые жили там 1300 лет назад, дальше идут первые мудрецы, это которые жили 1000 лет назад, и уже последние мудрецы, которые жили 500 лет назад. И они все разбирают вот эту вот высшую мудрость. А мне, если я хахам, если я хочу быть мудрецом Торы, именно знать основы, первоисточники и понимать, как все работает. Что тут написано в 15-ом отрывочке? Написано так. Ухо мудрецов, оно просит дат. А он не думает, он слушает, он учится. Он открыт к знанию, к чистому. То есть он его просто воспринимает. Понятна разница, да? Сообразительный, он все время там копает. Вот этот сообразительный, например, Рей Далио, да? Вот он всю жизнь соображал. А мудрецы, которые в Ешиве сидят, они мудрецы. Они учатся, они слушают. Они это знание, они воспринимают его. Понятно, да? Хорошо. Теперь дальше. Дальше нам сообщается один из таких интересных примеров, которые... Который вот, это Тора. То есть это письменная Тора, это знание от Бога. И вот человек, который, он неопытный еще. Вот Сергей, например, Костырский. Может, он неопытный. Допустим. Ну, то есть, не пойму. Может, он очень опытный и такой сообразительный, повидавший виды и такое все. А может, он неопытный. И ему тогда говорит царь Соломон. Слушай, говорит Сергей, тебе опыт особо и не нужен. Просто запомни простое правило. Правило такое. Значит, подарки человека, они ему что делают? Они ему расширяют пространство. И перед велитиями он будет стоять. Что значит, он будет стоять перед велитиями, если он дарит подарки? Мы уже учили, что взятка, она меняет восприятие человека. То есть, взятка, когда человек, он, ну, получил какую-то взятку, он уже все его, вся логика, она подстраивается, чтобы оправдать вот это вот, ну, свое поведение. Да? Теперь, ну, взятка, это как бы я прошу человека сделать что-то противозаконное. То есть, взятку дают для того, чтобы заставить другого что-то сделать. А подарок зачем дают? Подарок, в принципе, дают за тем же. Зачем дают и взятку? Только подарок, он, он, его дают как бы неожиданно и сразу не говорят, что хотят. Просто я тебе подарочек сделал. Типа запиши, запомни. Да? То есть, как бы просто, просто имей в виду. Теперь подарки любят все, даже люди, которые очень богатые. Все равно им, это автомат, это природа человека. И когда ты даешь кому-то подарок, то знаешь, что ты в этот момент покупаешь, как бы расширяешь свое пространство внутри головы жизни, сознания другого человека. Просто любой подарок, внимание, он, бах, джжжжж, расширяет. Не же, ну, понятно, ты ничего пока не просишь. Теперь таким путем можно дойти до куда? До вельмож. До вельмож, значит, до самых верхов. Например, например, есть один сейчас бизнесмен такой, Давид Ройтман. Дэвид Ройтман, он несколько лет назад открыл магазины такие еврейские, ну, всякие приспособления для еврейской жизни. Мезузы, там, тфелины, сумочки для тфелинов, типы. Но он решил, что что значит просто типа, да? Это если типа, так надо обязательно ее из кожи штрауса, страуса какого-нибудь, из крокодила. И стоит она должна там несколько тысяч долларов. Он сделал такую элитную лакшери иудаика. У него сейчас по всему миру он наставил своих магазинчиков, витрин, шкафов. И значит, наставил он этих шкафов и продается. У него много, много, то есть он в таких дорогих местах. Все у кого есть деньги или кто идет, например, идут люди на подарок, вот еврей какой-то, день рождения, да? И думают, так, как же ему подарок подарить? Подарю-ка я ему сейчас и покупают у него дорогие эти его предметы вообще, ну, на подарки, да? Все подарочное такое. Значит, и тут он думает, Давид Ройтман, говорит, да, лакшери иудаика. Теперь он думает, а я сделаю подарок городу Иерусалиму. И всем евреям, и всем неевреям тоже сделаю большой подарок. Большую мизузу подарю, значит, самую большую в мире мизузу. Поставлю как раз, вот есть котель, а я сделаю подарок самую большую в мире мизузу. И он, значит, ставит эту самую большую в мире мизузу. Хотел ее поставить, по-моему, 2-го или 4-го октября было открытие. Подарок, то есть человек, который дарит подарок, он себе раскрывает пространство. И мизузу эту крадут. Ее крадут за день до открытия, украли, представьте. Ну, другой бы расстроился. Но Давид Ротман, бывший десантник, верующий человек, он не расстраивается. Он понимает, что все, что Бог делает, все к лучшему. Значит, и тут его начинают приглашать на все каналы израильского телевидения, во всех газетах. Везде, везде пишут про него. Он говорит, я бы даже миллион долларов вложил в рекламу. Я бы столько не получил бы рекламу, узнаваемости и так далее, чем когда я хотел подарить хороший просто подарок городу. И в этот момент его украли, и теперь об этом все говорят, пишут, ну и так далее. То есть, это нам иллюстрация того, как подарок, даже когда ты даришь, казалось бы, городу, зачем городу твой подарок? Но подарок тебе открывает новые возможности, и перед вельможами будешь стоять, потому что человек, который дарит подарки, он расширяет себе пространство. Понятно, да, как работает? Очень хороший, полезный такой жизненный совет нам дал царь Соломон. Прямо из Торы от Бога, прямо совет. Значит, дарить или не дарить, кстати, мы уже изучали, было другое насчет подарков, насчет принимать подарки или не принимать подарки. Вы знаете, интересно, насчет принимать или не принимать подарки, тот же царь Соломон говорил, что ненавидящий подарки будет жить. Это мы учили уже, я не помню сейчас в какой главе, но это было тоже в Мишле отрывок. Что значит ненавидящий подарки будет жить? Это про прием подарков. Есть люди, которые, которые, они надеются в жизни, что им кто-то что-то должен. И они надеются, что им сейчас люди должны что-то, что кто-то должен решить их вопросы, проблемы там и так далее. Теперь это один подход к жизни. И об этом подходе к жизни папа царя Соломона, царь Давид в Солмах, он говорил, альтифтехубы надевим, не полагайтесь на добродетели, которые помогают. Даже на добродетели. Надив это тот, который помогает, дает, добрый, хороший человек, который дает добровольно, помогая другим людям. Он говорит, не полагайтесь на вот этих вот, на добродетелей, на человека, потому что нету в нем спасения. Тецеруху, выйдет из него дух. Яшубля отмато, вернется он в землю, как и откуда взят, оттуда вернется. Бео могу, в этот день, авду, этколе штанатав. В этот день, говорит, потеряются все, которые на него опирались. То есть человек, а кто жить будет? Счастлив тот, который полагается на Бога. Теперь ненавидящий подарки будет жить, это крайняя, крайняя как бы граница указана. То есть если я даже подарки не хочу принимать, не то, что я не требую ничего от других людей, а я даже подарки не хочу принимать. Я все, есть я, есть Бог. Все, что мне надо, Бог мне даст. Я не должен полагаться на кого-то, просить кого-то, зависеть от кого-то. То есть как Маше Рабену, когда он говорил, вот перед смертью речь, он говорил, покажите мне, я в жизни никогда ни от кого ничего не взял. Ни осла, ни там, ну ничего не взял. То есть всегда был на своем обеспечении. Этот самый, пророк Шмуэль. Пророк Шмуэль ходил со своей табуреточкой, с чайничком, и он был там один из самых великих пророков за всю историю. Он никогда ни от кого ничего не брал. Равыцкак Зильбер, я когда там пришел, было сыну три года, и мы к нему пришли домой с тортиком, чтобы, ну, сделать, есть такой обычай, в три года стригу первый раз мальчиков, и мы пришли к нему тогда домой, принесли тортик. Он, и потом мы хотели убрать тарелки, все, он нам не дал убрать. Он все делал сам. Ему было за 80 лет, да, он великий праведник, там, у него, ну, то есть, он все делал сам, не давал никогда никому ничего за себя делать, потому что он жил как раз по принципу, ненавидящий подарки будет жить. То есть мне от людей ничего не надо, все только от Бога. Ну, опять же, видите, тут надо знать грань. То есть нам тора, она не говорит, что делать только так. Тора нам говорит, система работает вот так, а как ты будешь внутри этой системы действовать, это зависит от многих факторов. Но когда ты знаешь правила игры, да, то у тебя появляется выбор, ты можешь как бы пользоваться и так, и так, и так. Понятно. Талмуд, кстати, на этот счет говорит, были те, которые жили по принципу, ненавидящий подарки будет жить, и были те, которые жили по принципу, что можно брать подарки у людей, тоже пророк, пророк Илияу, пророк Илиша, все они брали и подарки, и принимали помощь от других людей. Поэтому это не правило однозначное, да, но это варианты, у нас есть варианты. Хорошо, с подарками разобрались, теперь идем дальше. Идем мы дальше. 17-й отрывок. Садик, о, сейчас, а дальше начинается, вообще пошла тема, которая более актуальна даже, чем подарки. Тема такая. Вот, если спросить, чего в мире больше, конфликтов или не конфликтов? Что окажется? Конфликтов. То есть, люди постоянно конфликтуют друг с другом за все, за место под солнцем, за кто прав, кто виноват, кто больше получит. Семейные отношения, конфликты. Дети в школе, дети с родителями. Все, все постоянно, каждый тянет на себя, конфликтует. Теперь нам рассказывается немного, сейчас идет на эту тему. Значит, 17-й отрывок такой. Садик, о, решен, берево. Садик, о, решен, берево. Значит, садик это, ну, праведник, как бы праведник, тот, кто первый в ссоре. Яворе эгу в их акаро. Придет ближний его, и, значит, и будет расследование. Значит, что это значит? Что это значит? Смотрите. Значит, вот начинается конфликт. Тот, кто первый наехал, как бы, знаете, есть, лучшая защита это что? Нападение. То есть, тот, кто первый, как бы, предъявляет, он как будто бы всегда прав. То есть, тот, кто первый наехал, у него такие прямо доводы там, и так далее. Но придет ближний второго, того, на кого наехали, и он тогда будет хатера, и если расследовать и посмотреть с той стороны, так вполне возможно, что и он прав. Как, знаете, есть известная история, когда к Равину пришли два человека, они ругались, спорили, у них такая была. Один рассказывает свою точку зрения, вот этот первый. Равин говорит, смотри, ты прав вообще, реально, ты прав. Второй говорит, секундочку, как он прав, выслушайте. Рассказывает свою точку зрения. Тот послушал, говорит, слушай, ты прав, вот сейчас тебя слушает, ты прав. Сзади его ученик ему говорит, Рэбо, не может быть, чтобы оба были правы. Он говорит, слушай, и ты прав, ты тоже прав, понимаешь. И так, то есть, с какой стороны ты посмотришь на ситуацию, и бывает, что два человека, которые ссорятся, у обоих есть правда в словах. Им тем более тяжело договориться по этому, потому что один прав и второй прав, и они спорят. Но чем они сильнее спорят, тем у них сильнее начинается спор уже, спор ради спора. Они уже вступили в войну, в конфликтные отношения. То есть, они уже не два близких, они уже два врага, которые уже мстят за форму, по которой ты говоришь. А как получается? Один на другого наехал, и он ему припомнил и то, что было, а чего не было. А тот говорит, а ты-то на себя посмотри. Припомнил то, что было, а то, что не было. Оп, и они в этот момент уже враги вообще конкретно. Это как бы сценарий большинства и семейных ссор, и дружеских ссор, и так далее. Что делать? 18-й отрывок нам дает совет, что делать. Значит, дается нам совет, который прям реально это совет, совет, совет. Но опять же, чтобы его принять, этот совет, нужно быть по-настоящему верующим человеком. И желательно, чтобы, не желательно, а двое будут верующими. Значит, переводится это так. Те, кто ссорятся, успокоит их, остановит их, что жребий. Их остановит жребий. И что дальше? И даже между сильно ссорящими он разделит. То есть, два человека не могут договориться. Они не могут договориться, спорят, ссорятся и так далее. Теперь, если они все-таки хотят договориться, они говорят, давай сделаем так. Жребий. Как попадет, так и будет. Как Бог решит, так и будет. Если они оба верующие, то это их рассудит. То есть, это нет здесь проигрыша, нету здесь доказательств, нету здесь, ну, то есть, если есть две равноценные позиции, и они не могут договориться, гораль, жребий. Бросили жребий, как на небе решили, так и есть. Еще Машер Абейну, он так делал, когда сказал ему Бог выбрать 70 старейшин. А 70 старейшин, как выбрать? Есть 12 колен. 12 колен по 6 человек от колена, от каждого рода. Ну, было 12 колен. Это 72. Взять с какого-то колена не 6 человека, а 4. С какого? Почему с этого, а не с этого? То есть, ситуация, ну, понятно, что если бы он взял и решил, как пророк, он сказал бы, я говорю, что вот эти, был бы конфликт. Что сделал Машер Абейну? Он сказал так, значит, вот 72 человека, по 6 кандидатов от каждого колена, значит, кидаем шапку бумажечки, значит, тот, кто тянет бумажечку пустую, две пустых бумажечки, те выбывают. Все. И двое вытянули две пустых бумажечки, и они все равно начали выступать против Машера Абейна. Ильдат и Мадат, они ходили там и против него выступали. В общем, да, не знаю, подойдет ли нам этот совет или не подойдет, но я иногда, я так делаю, то есть, жребий, ну, не знаю, когда, как поступить. Можно тянуть монетку и, значит, решить или туда, или туда. Я иногда так делаю, не часто, но делаю в ситуациях, ну, вот таких вот, когда совсем все равноценно, я не знаю, как поступить. Хорошо, дальше идем. Значит, Гораль нам посоветовали в спорах. Значит, начинается спор, все, бросаем монетку. Значит, орел, я, значит, посуду мою орешка, значит, ты. Правильно? Все. Дальше. Ах, ах, нивша, микрият ос, умидяним кевриях армон. Значит, это 19-й отрывок, он показывает нам, что, переводят так его, озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны затворам дворца. То есть, нам показывает, вот, как бы, Тора нам показывает, как работает мир. И мир работает так, что даже, даже братья, бывает, они не разговаривают, даже братья, бывает, они воюют. Даже сын, он может восстать на отца, как царь Давид, у него же было много сыновей, и был сын его, Афшалом, который пошел на него войной. Родной сына, родного отца пошел войной, хотел его убить, там, и так далее. Царь Соломон, то же самое, Адония, хотел себя объявить царем, и после этого он готовил заговор, и царь Соломон его приказал убить, приказал его убить, да, потому что тот восставал против царской власти. То есть, нас предупреждает царь Соломон, что природа людей такова, к сожалению, что вот эта вот инстинктивная животная часть, она даже у брата, если он озлобившийся, да, она вызывает полный разрыв. Тем более, если это не родной брат, а это, например, муж с женой, да, что сколько, ну вот, люди женятся, клянутся всю жизнь, потом бах, разводятся, потом опять женятся, опять клянутся, и опять разводятся. И так бывает по 10 раз. И, ну, не понимают, что где-то схема, где-то сбой. Теперь, значит, Елена Кокина из Нью-Йорка нам передает привет. Теперь, что говорить о друзьях? Ну, то есть, привет у нас специально такая вот, как бы, брат, казалось бы, у них один папа, одна мама, ну, они одинаковые должны быть. И даже брат, озлобившийся, он как стена вокруг города, стена непонимания, все. Тем более, ты должен знать, что с любым человеком могут у тебя отношения прерваться. И, значит, все, вот такая жизнь, такая жизнь. Поэтому, поэтому, конечно, идеально было бы, если бы люди жили по Торе. А по Торе нельзя мстить, нельзя быть злопамятным, нельзя таить в сердце зло на другого человека. Там, воавтали раха камоха, возлюби ближнего как себя. То есть, настолько регламентированное отношение, что если люди ведут себя по Торе, как Бог сказал вести, у них не может быть конфликта. И даже если он возникает, они оба тогда кидают жеребий, все, раз Бог рассудил, ты прав, бери, я уступаю. Бог рассудил, я прав, значит, ты уступаешь. Все. Ну, как бы, это Тора. Но, если человек берет закон, как бы, в своей руте, и закон, и понимание, как устроен мир в свою юрисдикцию, то, конечно, будут конфликты, и все такое, даже с братьями. Все, значит. И дальше у нас осталось, мы сегодня заканчиваем, у нас окончание 18 главы, там начинается самое интересное, это будет с Божьей помощью завтра, там вообще начинается, вот, решение, знаете, в конце 18 главы идут прям конкретно решения, а что делать вообще во всех ситуациях. Поэтому, давайте сейчас сделаем выводы по сегодняшнему уроку, какие у нас сегодняшние выводы по уроку, что надо учить, изучать Тору, надо изучать причину следственной связи, это я для себя делаю вывод. Дальше, нужно дарить подарки, нужно дарить подарки, и не брать подарки, чтобы не зависеть, да, ни от кого. Дальше, в спорах лучше кидать жеребий, и заранее даже, да, не вступают в споры. У меня было, как-то, вот, в суде, мне сделали в Израиле, там, ну, вообще реально сделали плохо ремонт, ну, доказано, ну, вообще так плохо, там, полы уложили, вообще они там отпадали, все такое. И, значит, ну, я один раз спросил, второй раз, третий, они один раз переложили, второй раз, отпадают полы, ну, непонятно чего. Значит, мы подали в суд, что вы думали, суд рассудит, все. Теперь, и я такой думал, что я прав, там, у меня так все было, ну, все доказано, вот инженер, вот там то. Потом, значит, приходит в суд, один суд, а они потом, бах, и на меня подают в суд, за, там, ну, вы думали, думали, лучше защита нападения. Потом они приводят свидетелей каких-то, потом, в общем, я понимаю, что не так все просто, не так все просто. В итоге, значит, суд присудил, что они должны третий раз переложить полы, но я уже сказал, что, ну, я не хочу третий раз перекладывать полы, потому что, если они два раза положили неправильно, так они третий положили неправильно. Ну, в общем, тот, кто первый нападает, он, ему кажется, что он цадик, но если эта ситуация неоднозначная, то на втором этапе может оказаться вполне, что он в этом споре проиграет. Поэтому, когда ты видишь, что что-то уже неоднозначно, жребий помогает решить вопросы. Все, друзья, удачи, успехов, повторяем, сделайте три вывода, пожалуйста, сделайте три вывода, напишите три вывода, поделитесь на своей странице своими выводами, расскажите свои выводы, то есть мы учим Тору для того, чтобы делать, для того, чтобы делать, действовать правильно. Все, удачи, успехов, хорошего дня.